на странице комикса все возможно мир может быть красочным силы могут быть невероятными и каждый может быть крутым парнем вот уже более 20 лет большой экран не уступает маленьким панелям для marvel самой прибыльной кинофраншизы за всю историю бум начался в 2000 году люди x стали не только первым фильмом marvel собравшим более 250 миллионов долларов но и первым фильмом в прокате чтобы убедительно воплотить сверхъестественное в реальность округ колумбия уже заставил человека летать люди x сделали возможными сверхспособности для marvel два года спустя человек-паук появился на большом экране в количестве 825 миллионов а потом они просто продолжали это делать а мы продолжали смотреть теперь похоже мы где-то близко к концу увлечения кейпом из-за снижения качества мка и того что flash стал самой большой бомбой в истории комиксов зрители начинают уставать от фильмов о супергероях или по крайней мере от посредственных фильмов если послужной список marvel и ухудшился то далеко не так плохо как раньше до 2000 года почти каждый фильм marvel был плохим они либо теряли деньги либо сразу попадали на видео либо просто не выходили в прокат в промежутке между первым комиксом marvel и людьми x было выпущено 19 фильмов marvel в прямом эфире есть ли среди них хорошие си джей почти не существовало так как же они адаптировались к удивительному невероятному и фантастическому когда небольшие бюджеты не могли соответствовать размерам комиксов это все фильмы marvel выпущенные до 2000 года я буду выбирать их и ранжировать от худшего к лучшему все эти фильмы вышли еще до того как у marvel появилась собственная продюсерская компания когда стэн ли выдавал лицензию на свою собственность любой компании у которой хватало смелости попробовать это фильмы которые предшествовали царство террора кевина файги бренду стоимостью 50 миллиардов долларов и худшему кошмару мартина скорсезе человек-паук вызов дракона это третья часть первой трилогии о человеке-пауке трилогии в которой еще предстоит разобраться с человеком-пауком позы на этих постерах каждая конечность имеет свою собственную программу действий они выглядят как результат размещения постера с человеком-пауком в качестве подсказки в бесплатном генераторе изображения с искусственным интеллектом человек паук вызов драконов худший фильм о человеке-пауке всех времен это так скучно лучшие истории человеке-пауке это те, в которых раскрывается конфликт между жизнью Человека-паука и жизнью Питера Паркера. В вызове дракона нет проблем с Питером Паркером. У Человека-паука есть одна проблема, и она заключается в том, чтобы сохранить жизнь другу Джона Джеймсона, политику из Гонконга. Хотя этот парень действительно обладает некоторой мудростью. Доверять можно только тому, кому доверяешь ты сам. Злодей, который пытается его убить, не входит в огромный список уникальных злодеев Человека-паука. Это было бы интересно. Вместо этого это какой-то старик. По крайней мере, его мотивация быть плохим находится на одном уровне с мотивацией Таноса. Если я займу пост министра промышленного развития, то потеряю контракт на постройку краденого. Они явно хотели снять фильм о Человеке-пауке в Гонконге, а затем попытались на скорую руку написать сценарий, чтобы это стало возможным. Последняя третья часть фильма — это просто видеоблог о путешествиях. Питер Паркер и его друзья прогуливаются по улицам Гонконга и смотрят на людей. Лучшая часть этого фильма — это веселая музыка, которая звучит, когда появляется Человек-паука. Музыка, которая будет звучать вечной, из-за бесконечного усиления каждой сцены действия. Человек-паук будет краситься вокруг в течение 10 минут, один раз схватит парня, а затем убежит. Вот и все. Вот и вся сцена действия. Очень жаль, что марионетка знает единственное слабое место Человека-паука — пули. Я никогда так сильно не хотел быть Человеком-пауком. Утенок Говард — это часть богатой традиции Голливуда брать что-то глупое или детское, заставлять это говорить блять, а затем называть это комедией. Это делалось тысячу раз, на этот раз с уткой. Мне казалось незаконным смотреть это не потому, что я пиратствовал, а потому, что на этой планете есть больной голливудский ублюдок, который прикрепил сиськи к аниматронной утке. Представьте, что вы делаете этот реквизит. Как на это было выделено финансирование? Я уверен, что все мы знаем второй фильм Джорджа Лукаса «Американские граффити». Это был настоящий хит. Сценарий к фильму написали Джордж Лукас, Уиллард Хайк и Глория Катц. Это придало Джорджу уверенности в том, что он убедит компанию 20th Century Fox профинансировать его следующий проект. Срок действия франшизы сокращен до 12 лет и 2 миллиардов долларов, и Джордж ищет новый фильм для продюсирования. После «Американских граффити» Джордж сказал, что нашел комикс о будке из космоса, которая приземлилась в Кливленде. И он сказал, что это было просто очень забавно. Так вот, он нанял своих партнеров-сценаристов для написания сценария с режиссирования и продюсирования «Утенка Говарда». Самое худшее в этой комедии то, что она совсем не смешная. У вас есть вопросы? Да. Где мои штаны? В фильме есть две шутки. Во-первых, каламбуры с утками, а во-вторых, секс. Это совсем не то, что вы думаете. Мы просто очень хорошие друзья. Команда МК печально известна своим самосознанием, но по сравнению с «Утенком Говардом», продолжение «Человека-муравья» кажется старой японской драмой о человеческом существовании. Каждая реплика – это саркастический намек на то, что только что произошло. «Утенок Говард» по-прежнему остается одним из самых больших неудачников в истории. Я думаю, вы могли бы сказать, что его успех был совершенно очевиден. В этой перезагрузке Капитан Америка постоянно размышляет о том, является ли жизнь в корне бессмысленной. Но ей определенно нравились красные, белые и синие цвета. В каждой сцене, в которой он будет сниматься, он будет вглядываться в глубины вселенной. Кто-нибудь, пожалуйста, проверьте, как он там. Я не думаю, что у него все хорошо получается. Я не думаю, что у него депрессия из-за того, что он потерял свою настоящую любовь. Это потому, что его костюм выглядит так, словно шит из обертки от детских колокольчиков. Я уверен, что если бы вы расстегнули его костюм, то увидели бы, что Стив Роджерс сделан из мягкого сыра. По крайней мере, он не похож на Красного Черепа, чье лицо представляет собой шарик старой жевательной резинки. Единственный способ передать нюансы повествования в этом фильме, это описать кульминационную сцену драки. Здесь Красный Череп стреляет из пистолета в воздух, Капитан Америка бежит к нему, бросает свой щит и промахивается. Дочь Красного Черепа стреляет Капитану Америки в плечо. Девушка Капитана Америки толкает ее на землю. Затем они некоторое время сидят рядом, а затем Красный Череп стреляет вокруг нее. Кто-нибудь, пожалуйста, пристрелите кого-нибудь правильно, как меня. В этом фильме действительно самое эпичное фальшивое рукопожатие в истории. Я хотел бы познакомить вас с Ричардом Эрлихом. Он специальный наблюдатель, присланный президентом. А? Замечательный специалист по труду. Поздравляю вас. Фильм Капитан Америка был снят малобюджетной студией Кэнон Филмс, которая имела право на Капитана Америку вместе с Человеком-пауком в течение нескольких лет, предоставив нам трейлер фильма о Пауке, который получил отменен за несколько лет до этого. Капитан Америка получил зеленый свет в попытке повторить успех Бэтмена Тима Бертона. Изначально фильм собирались показывать в кинотеатрах, но он оказался настолько плохим, что его отложили на несколько лет, прежде чем сразу выпустить на видео. Каратель Каратель это фильм, в котором убивают многих парней. Будь то каратель, убивающий плохих парней, или плохие парни, убивающие других плохих парней. Это боевик, в котором нет решения проблем, эмоциональных ставок или веселья. Просто пью-пью-пью-пью-пью-пью-пью-пью-пью-пью-пью. Самого карателя играет Дольф Лундгрен, который играет одну из наименее самоотверженных ролей, которые я когда-либо видел, подражая вашему отцу после долгого рабочего дня в офисе. Если вы виновны, вы мертвы. У него один из самых гортанных голосов в мире. Откуда берется дурь? Который он использует, чтобы произносить речи о Бэтмене, когда медитирует обнаженным. Я спрашиваю его, правильно ли то, что я делаю, или неправильно. Я все еще жду ответа. И пока я его не получу, я буду здесь. Я думал, что я был единственным, кто это сделал. Выражение его лица меняется только один раз за весь фильм. Несмотря на то, что каратель всегда находится в полусонном состоянии. Они все равно пытаются сделать из него крутого героя-боевика с помощью острот, которые всегда скорее глупые, чем крутые. Самая крутая вещь, которая происходит в этом фильме, это когда этот парень вырубает плохого парня, а затем съедает его пиццу. Эй, чувак, я принес пиццу. Лучшая часть карателя — это не сам каратель, а марионетки гангстера, которые дарят нам несколько прекрасных комедийных моментов. Пошел ты на хуй. Пошел ты на хуй. Пошел ты на хуй. Что? Все в порядке? Да. Изначально фильм планировался к показу в кинотеатрах, но сразу же был переведен на видео. Первого числа мы объединяемся, а затем удаляем его. А затем мы мастурбируем. У каждого мужчины в этом фильме есть усы. Доктор Стрэндж, Вонг, старый наставник, этот доктор. Я бы не удивился, если бы у женщины тоже были усы. Что у этой женщины действительно есть, так это неистовое желание посмотреть Доктора Стрэнджа, но только очень внезапно, спустя час после начала фильма. Я все еще женщина, и этот мужчина привлек меня. Первый час — это одна из самых обыденных вещей, которые я когда-либо видел. В какой-то момент Доктор Стрэндж просматривает какие-то файлы, а затем начинает смотреть телевизор. У нас как можно больше свободного времени. Если герои куда-то едут, вы будете присутствовать на протяжении всего их путешествия. Фильм будет безжалостно, почти дьявольски давать вам одну и ту же информацию снова и снова. Один и тот же флэшбэк воспроизводится пять раз. К счастью для моего внимания, внезапно все становятся возбужденными. Все хотят, чтобы в их рационе было что-нибудь из высшего волшебника, даже если до этого они почти не общались друг с другом. Ну что же, вы меня впустите? Может быть. Когда Доктор Стрэндж собирается заняться этим с этой девушкой, появляется злодей Морган Лафей, вырубает девушку и говорит, сделай это со мной вместо меня. А Доктор Стрэндж вроде как в порядке. А затем отправляйтесь вместе с ней в темное измерение. Он полностью готов стать воплощением зла, пока Морган не покажет ему мертвое тело. Ему требуется некоторое время, чтобы понять, что в этом есть что-то неэтичное. Стивен, царствуй вместе со мной на всех тронах человечества вечно. Нет. У самого Доктора Стрэнджа нет индивидуальности. Он пустой манекен, у которого нет никаких отличительных черт, кроме глубокого голоса. Ему следует обратиться к лечащему врачу. Я и есть главный врач. Он стал Доктором Стрэнджем, потому что его отец был Доктором Стрэнджем. Мы с вашим отцом оба поняли это, когда вы родились. Еще раз повторю, создатели фильма даже не потрудились взглянуть на обложку комикса. Ваши барьеры рухнули. Теперь вам меня не остановить. Я выбросил вас из головы. Лучшая сцена драки в фильме, это когда Морган Ле Фэй становится невидимой и вселяется в тело девушки. На этот раз все было рассчитано заранее, старина. Чтобы затем столкнуть старого волшебника с моста. Это шокирующий момент, который становится еще более ужасающим из-за реакции проходящего мимо гражданского, который произносит душераздирающие слова отчаяния. Как бы мне не нравились жуткие спецэффекты Мэджик Рэй, самая волшебная часть Доктора Стрэнджа это отвратительные звуки гитары. Как и во многих подобных фильмах, это не кинофильм. Это телефильм, который транслируется на канале CBS точно так же, как Человек-паук и Невероятный Халк. За исключением того, что этот фильм так и не был показан. Почему этого не произошло, загадка, настолько запутанная, что даже Бенедикт Камбербэтч не смог в ней разобраться. Сначала займитесь телом. Разве не этому вы всегда меня учили? Ник Фьюри, агент Ща, И, Т, А, знакомит нас с богатыми и сложными персонажами, включая наивного новобранца. Работа Бока-Бок с такими легендами, как вы, действительно обещает быть захватывающей. Это горячая, задиристая девчонка. Старшая медсестра вызывает хирурга. Операция окончена. Пациенту ввели успокоительное. И, конечно же, мужественный ветеран. Ник Фьюри, которого играет Дэвид Хассельхофф, самый мужественный человек в моносфере. Хорошо, давайте надерем кому-нибудь задницу. Его отозвали с пенсии на последнюю работу по прямому указанию президента Соединенных Штатов. Значит, эти приказы исходят от самого президента? Президент? В этом фильме есть все клише. То, что вы видели раньше, переигрывается до невыносимой степени. Вы ничего не можете с этим поделать. Есть только одна возможность, но это очень маловероятно. Я построил свою репутацию на дальних перспективах. Каждая реплика, о которой говорит Ник Фьюри, продумана до мелочей. Скажите мне, как продвигается стоматологический план Хайдра? Сериал «Невероятный Халк», который шел пять сезонов, был отменен в 1982 году. В течение следующего десятилетия было снято три фильма. Это последний. Билл Бигсби играет Дэвида Баннера. Да? Вы меня правильно расслышали. Это Дэвид Баннер. А почему бы не Брюс Баннер? Это гомофобия. Но мы вернемся к этому позже. А сейчас давайте поговорим о Бигсби, потому что он первый актер, который оживил персонажа комиксов Марвел. Он чертовски хорош в передаче реплик с серьезностью. Теперь у меня мутация в центре гнева в моем мозгу. И в моменты гнева или страха он выделяет гормон, и я становлюсь мутантом, зверем, пока эта ярость не пройдет. В этом фильме рассказывается о Дэвиде, который как всегда в бегах, а сейчас работает уборщиком в сверхсекретной лаборатории. Таким образом, он может быть скрытным, проводя ночи в поисках лекарства от своей неуклюжести. В фильме также снимается бывшая мисс Америка Элизабет Грейсон в роли Ясмин, еще одного внезапного любовного увлечения. Она шпионка, что создает несколько забавных вариантов маскировки. Самый лучший из них, это когда они угрожают продавцу, притворяясь чокнутой супружеской парой. Это жена. Садитесь, дорогой. О, не могли бы вы указать нам дорогу? А как же дорога? Вот она, дорога к доктору Прату и его жене. Привет, Брюн. Скажите нам, где находится доктор или вы умрете? Остальная часть фильма, это обычная успокоительная для Марвел до 2000-х годов. Мы все смотрим фильмы о супергероях, чтобы увидеть, как пожилая пара завтракает. Это спойлеры, название выдает конец. Халк мертв. Он выпал из взорвавшегося самолета. Это не самый приятный финал, потому что так не должно было случиться. Был запланирован следующий фильм «Месть невероятного Халка», который был отменен из-за низких рейтингов, что сделало его финальным появлением Давида и его «Зеленого Голиафа». Есть еще три официальных старых фильма о Халке. В то время как в других сиквелах есть приглашенные звезды супергерои Тор и «Сорви голова», в этом нет. Изначально предполагалось, что в этом фильме будет «Железный человек», и было бы забавно посмотреть, как это вообще возможно при таком бюджете на телевидении. В другой версии фильма была «Женщина Халк», которую сыграла Бриджит Нильсон, которая делала промо-фотографии для другого фильма, который был закрыт. Здесь много отмененных фильмов. Так почему же Дэвид, а не Брюс? Когда я узнал, что они меняют имя с Брюса Баннера на Дэвида Баннера, я задал логичный вопрос «Зачем вы это делаете?» Предполагалось, что его зовут Брюс. И какой-то гений из телекомпании сказал «О, нет, Стэн». Брюс говорит о нем так, будто он гомосексуалист. Это звучит по-гейски. Это невероятно. Когда Стэн Ли и Стив Дитко создавали «Человека-паука», они сделали его героем с реальными проблемами. В этом телевизионном пилотном фильме 1977 года единственная попытка сделать Питера Паркера милым — это дать ему лекарство по рецепту. Питер, вы принимали таблетки от аллергии? Иногда он чихает. Мне очень жаль, но я забыл свои таблетки от аллергии. Он такой же, как я, медитирует обнаженным и чихает, два моих любимых занятия. Этот человек-паук также рассказывает историю происхождения. Что это было? Вместо того, чтобы стать человеком-пауком из чувства вины и смертельного долга, он становится супергероем. Потому что я на самом деле не знаю почему. Потому что. Почему бы не стать супергероем? Питера Паркера играет Николас Хэммонд, которого играет Люк Скайуокер. Но я собирался на станцию Таши, чтобы забрать несколько силовых преобразователей. Зачем вы его спугнули? Мне нужны эти конденсаторы. Вы поверите мне, если я скажу, что этот фильм скучный. Питер будет карабкаться на стену, а потом, когда он доберется до вершины, ему представится, как он взбирается на эту стену. Затем, в конце флэшбека, будет воспоминание о том, как он взбирался на эту стену. И снова в сценах драк больше людей стоят вокруг, чем дерутся. Хотя один раз, когда они действительно дерутся, это круто. Но ползание по стене в этом фильме – самая дурацкая вещь, которую я когда-либо видел. Они не сообразили, что для того, чтобы ползание по стене выглядело круто, тело актера должно быть очень близко к стене с низким центром тяжести. Например, что это за животное, которое так делает? О да, это паук. Так что да. Я не знаю, но кажется, мне начинают нравиться эти сцены восхождения. Без особой причины, просто так. Это паучья добыча. О, клянусь, я не смотрел. Конечно, злодей – это не Сэндмен, Мистерио и даже не Стена, а Гуру Само. Вы заслуживаете того, чтобы быть несчастными дураками, какими вы и являетесь, потому что вы никогда не будете счастливы, пытаясь быть счастливыми. Который промывает мозги уважаемым людям, заставляя их выполнять его приказы. Все они были уважаемыми людьми, а не какими-то наркоманами. Какие именно наркоманы? Вы знаете, это не очень хороший фильм о Человеке-пауке, но это увлекательный документальный фильм о том, как люди разговаривали в 70-е годы. Одна доза этой дряни и все, прощай, Чарли. И уберите отсюда этих придурков. В паутинных шутерах Человека-паука есть спусковой крючок, и он даже использует его здесь, но он все равно стреляет из своей паутины вот так. Вероятно, нашелся продюсер, который сказал, что это гей. Блейд просто более стильная версия Карателя. В ней рассказывается о бесчувственном крутом парне, который убивает плохих парней. Это ничего не значит. В ней нет сути, послания или темы, только откровенная кровь и сексуальный подтекст. Взрывающиеся головы, тающие вампиры и все такое прочее. Это похоже на то, что они сняли фильм с наивысшим рейтингом R, который через некоторое время стал действительно скучным. Потому что фильм рассказывал о своей пустой посылке таким серьезным и повторяющимся образом. А потом случилось вот что. Если бы весь фильм был таким, то я бы с гордостью поставил Блейда на первое место. Уэсли Снайпс в роли Блейда одна из немногих хороших ролей. Вампиры. Например, что именно? Вы похожи на меня. В первый раз я говорю о том, что он супергерой, который выглядит и разговаривает так, словно его вытащили из комикса. Даже если история представляет собой глупую неразбериху, дизайн мира, несомненно, стильный, от оружия до особняков и автомобилей. Не считая фильмов о Халке, это единственный успешный фильм Marvel до 2000 года. При бюджете в 45 миллионов долларов он заработал 131 миллион долларов. Поколение Икс основано на дополнительном комиксе о людях Икс Поколения Икс. В нем представлены все самые скучные мутанты. Он действительно лучше адаптирует оригинальную концепцию Людей Икс, чем все будущие фильмы. Это группа маргинализированных подростков, которые осознают свою индивидуальность с помощью своих способностей. Это было написано Эриком Блэкни, создателем телешоу Jump Street 21, что имеет смысл, поскольку подростковые сцены очень забавны. Они действительно отражают подростковый опыт. Вы действительно собираетесь сниматься? Злодей – это парень, который производит впечатление Джима Кэрри. Ребята, я действительно чувствую себя всемогущим. Он самый раздражающий персонаж на свете. Я скучаю по скучным гангстерам. Институт Ксавьера находится в замке Хэтли, там же, где будут проходить съемки всех будущих фильмов о людях Икс. В фильме «Капитан Америка» 1977 года полностью игнорируется происхождение комиксов. Представьте, что вы читаете комикс, прежде чем снимать фильм о «Капитане Америки». Кто они такие, ботаники? Вместо патриотичного тощего паренька, ставшего мускулистым солдатом во время Второй мировой войны, Стив Роджерс – бывший морской пехотинец, который просто хочет отправиться в путь и рисовать. Сейчас я просто хочу отправиться в путь и посмотреть на лица Америки. Может быть, мне удастся запечатлеть что-нибудь на холсте? Он не по своей воле принимает суперстероид, чтобы служить своей стране. Вместо этого ему водят его, пока он без сознания. Он тоже начинал как Бифштекс, а потом так и остался Бифштексом. Его добродетельная личность сменилась хладнокровным бродягой. Я медленно и непринужденно спускался по побережью, знаете ли, расслабляясь. Колеса у меня довольно мягкие. Да. Его игра напоминает мне этот клип. Ваша собака только что умерла. У него большие бицепсы, большой грузовик, и он читает каждую строчку настолько круто, насколько это возможно. Но он был моим отцом, и я любил его. А потом в один прекрасный день его не стало. И все, что у меня осталось – это письмо от президента, человека, которого я даже не знал. Поверьте мне, директор, у меня есть идея на этот счет. Я напишу эту реплику. Это круто. Американский идеал. В наши дни это немного сложно найти, не так ли? Не так ли? Может быть. Знаете что? Давайте на этот раз попробуем что-нибудь другое. Может быть, я мог бы это сказать. Круто. Да, но это было совсем недавно. Вы все еще правы? Да, сейчас это просто ради забавы. На бойне есть сцена драки – идеальное укрытие для Стива, поскольку он может идеально сливаться с другими кусками мяса. Как обычно, у нас есть одномерный любовный интерес и злодей. О, Стив, это доктор Венди Дэй, которая сейчас отвечает за исследование флага. Стив Роджерс, я не задержусь ни на минуту. Привет. Привет. Стив Роджерс на протяжении всего фильма решает, станет ли он капитаном Америкой. Я подумаю об этом. Я просто не хочу вмешиваться в это дело. Вы уже приняли решение? Он будет первым, кто узнает об этом. А когда он наконец это сделает, нас ждет величайший показ костюмов всех времен. Как вам это нравится, Саймон? Прежде чем вы начнете смеяться, объясните, почему костюм выглядит так глупо. Речь идет о безопасности дорожного движения. Дорожный патруль сказал, что мы должны быть в состоянии видеть сквозь него. В противном случае мы не смогли бы установить его на мотоцикл. И у меня должен был быть шлем с крыльями, и я не мог носить корову, потому что они не разрешили бы этого, потому что у меня должно было быть что-то для обеспечения безопасности об этом. Он стал капитаном Америкой, потому что его отец был капитаном Америкой. Они придумали ему прозвище. Капитан Америка. Вы капитан Америка? Девочки, где они? В комнате под вторым этажом. С ними все в порядке. Нужно немного встряхнуть. Суд над Невероятным Халком отвечает на самый спорный вопрос в комиксах. Если у Брюса Баннера есть борода, то есть ли она у Халка? Нет. Судебный процесс над Невероятным Халком обманчиво не похож на драму в зале суда. В зале суда есть одна сцена, и все это кажется сном. В этой сцене действительно есть первая в истории эпизодическая роль Стэнли. В этом фильме также есть приглашенный супергерой сорвиголова и вор в законе, которого играет Гимли. Они объединят свои сети с моими. Который очень похож на злодея Бонда. Он сидит в смехотворно-шумном вращающемся кресле. В конце убегает на неоднозначном и очень медленном летательном аппарате и проводит встречи с криминальными авторитетами. Кроме того, в фильме есть самые лучшие остроты в кинематографе. Ведите себя очень хорошо. Почитайте книгу. Вы знаете, трудно понять, что думать, когда приспешник, который по моему глубокому убеждению является Джеффом Безосом из Вигов, признается в своей любви к девушке, попавшей в беду. Я нервничаю, но стараюсь улыбаться, чтобы не выглядеть глупо. Имя каждого человека, снявшего этот фильм, звучит как фальшивое старомодное имя. Режиссеры Джон Инглиш и Элмер Клифтон в главных ролях Дик Персил в роли Капитана Америки и Лорна Грей в роли Гейл Ричардс. Технически это не фильм, а серия из 15 частей по 20 минут каждая, которая демонстрировалась в кинотеатрах в далеком 1944 году. В разгар Второй мировой войны, всего через три года после ее окончания, был создан персонаж Капитана Америки. В отличие от комикса, в этом фильме нет никаких нацистов. Злодей джентльмен с моноклем, который использует жука, чтобы гипнотизировать людей. На то короткое время, что вам осталось жить, ваш разум полностью находится под моим контролем. У него точно такой же план, как и в Человеке-пауке, промыть мозги некоторым респектабельным гражданам, чтобы они стали бандитами-наркоманами. Его конечная цель — заполучить оружие массового поражения, называемое термодинамическим вибрирующим агентом. Я мог бы использовать его в качестве мощного оружия уничтожения. Но это название слишком длинное, поэтому им нужно что-то более емкое для обозначения этого зловещего устройства. А как насчет термического взрывателя? Вибрационной машины? Нет, это слишком долго. А как насчет вибратора? Скальп хочет получить чертежи термодинамического вибрационного двигателя, который вы изобрели. Как вы узнали о моем вибраторе? Я хочу узнать больше о вибраторе. Мистер Мерит и мистер Норднер здесь, чтобы засвидетельствовать вашу демонстрацию вибратора. К счастью для нас этим делом занимается Капитан Америка, который здесь, чтобы убедиться, что вибратор никогда не будет использован. Возьмите вибратор. Убирайтесь, я попытаюсь остановить вас. Как и его альтер-эго Гранд Гарднер. Да, у него не только другое имя, но и нет щита. Вместо него у него гораздо более надежное оружие. И в отличие от своего коллеги из МК, он не боится им пользоваться. Бак, остановитесь. Вы кого-нибудь убьете. Это может привести к смерти. Бросьте оружие и мы все умрем. Некоторые супергерои считают, что убивать неправильно. Бэтмен не убивает, Человек-паук не убивает. Этот Капитан Америка не только убивает, но и будет убивать, даже если это неудобно. Остановите оставшиеся две пули. Да. Все сцены боя похожи на то, как если бы вы нажимали на кнопку панч на контроллере. Капитан Америка застрелит вас, а если у него нет пистолета, он ударит вас 50 раз. Несмотря на повторяющиеся сцены драк, в этой четырехчасовой каше действительно есть какая-то подлинная тайна и впечатляющие взрывы. В ней есть что-то занимательное, что делает ее безупречным шедевром по сравнению с другими старыми фильмами Марвел. Украденные чертежи вибратора были уничтожены вместе с единственными двумя преступниками, которые знали, как им управлять. Кэп вернулся, и на этот раз он защищает пожилых людей. Этот фильм намного лучше, чем первый, в основном потому, что Капитан Америка присутствует во всем фильме, показывая нам несколько жестоких сцен драк. Когда он не супергерой, он просто гастролирующий художник, путешествующий со своим котом. Его противник – один из лучших злодеев Марвел на сегодняшний день, включая современных. Христофер Ли играет террориста Мигеля. И, похоже, профессору Хилсону нужно еще раз напомнить о последствиях. И у него есть зловещее устройство, более интересное, чем бомба или даже вибратор – наркотик, который заставляет людей быстро стареть. В данный момент вы вдыхаете газ, который вызывает чрезвычайно быстрое старение у людей. Мне было бы жаль их, если бы они умели читать. Единственный человек, который еще больше запутался, чем эти люди – музыкальный руководитель фильма. Эта музыка звучит во время сцены сделки с наркотиками. После 15-ти минутного полета на параплане над американским флагом, Капитан Америка дает Мигелю попробовать его собственное лекарство. А затем персонаж Капитана Америки превращается из защитника пожилых людей в насильника. Я думаю, что в каждой перезагрузке Человека-паука в реальном времени есть свой элемент, который является самым сильным из всех. В фильмах Рэйми – лучший сценарий и юмор. В фильмах удивительные фильмы – лучшие костюмы и плетение паутины. В фильмах МКА – лучший актерский состав и характер персонажей. А в фильмах Звездные войны – лучший актерский состав. В фильмах 70-х так и было. Я самый лучший. Человек-паук наносит ответный удар – лучшая часть трилогии 70-х, потому что я не спал во время ее просмотра. В этой части Человек-паук отправляется в Голливуд. Вы можете сказать, что создателям фильма было гораздо веселее снимать его. На самом деле это очень креативно с точки зрения трюков и сцен драк. Человек-паук свисает с вертолета. Там происходит мексиканское противостояние. Я не знаю, как вам это удалось, но Ангел не терпит неудачу дважды. Это должно быть в первый раз за все время. Чувство паука также обновлено. Само написание – чепуха, но это забавная чепуха. В этом фильме три студента колледжа создают атомную бомбу. Это единственный способ, которым мы можем донести свою точку зрения. Мы должны создать бомбу. Сейчас вы, вероятно, думаете, что они создали бомбу, но не атомную, верно? Ну что же. Что же, позвольте мне объяснить вам это таким образом. Насколько нам известно, начиная с 1945 года, каждый, кто пытался взорвать атомную бомбу, добивался успеха с первой попытки. Взаимодействие персонажей более искусственно, чем сверхспособности. По крайней мере, они создают любовный интерес, вместо того, чтобы обрушиться на нас с признанием в конце фильма, они также делают это самым тонким из возможных способов. Здесь кое-кто хочет с вами познакомиться. Как вы можете видеть, девушка всегда будет отличаться от фильма к фильму. Здесь нет ни одного сиквела, в котором любовным интересом был бы один и тот же человек. Злодей это снова старик, который хочет взорвать бомбу за деньги. Помните, что мы говорим об атомной бомбе? Этому парню нравятся женщины. А мне нравятся женщины в бикини. Я занимаюсь каратэ. И у меня есть деньги. Когда мы получим плутоний, что вы собираетесь с ним делать? То же самое, что я делаю со всем остальным. Просто выставьте его на продажу тому, кто предложит самую высокую цену. Стэнли не понравилось шоу. Ну что же, самое забавное в Человеке-пауке то, что я рад, что он был на могиле. Но он был не так хорош, как должен был быть. Хотя и не так плох. Как? Ну что же. Я не буду спрашивать, имеете ли вы к этому какое-либо отношение. Ну, предполагалось, что я был консультантом. Но на самом деле они не очень-то меня слушали. Невероятный Халк возвращается, и на этот раз у него появилась компания. Это сам король Асгарда. Он настоящий. Он такой же реальный, как этот прилавок. Только больше. Он больше, чем прилавок. И готов сделать все, что я попрошу, если это законно. Тор не будет продавать травку Вайдаха. В этом фильме Тор Покемон. Этот парень по имени Дональд, который нашел Тора в горах, вызывает его, когда ему удобно. В противном случае Тор находится в бесформенной пустоте, где он не может ни двигаться, ни чувствовать. Это место полное тумана, дыма и тьмы. Я был один, словно в каком-то страшном сне. Каким-то образом им это удалось. Тор лучший персонаж во всех этих фильмах. Его смех может вылечить рак. Уверяю вас, у моего старого товарища глаза бы вылезли из орбит, если бы он увидел то, что вижу я в этом вашем богом забытом мире. У него почти такой же характер, как у Тора Криса Хемсворта. Всякий раз, когда он появляется, фильм становится веселым. Вы можете везти мою машину? Клянусь Одином, я мог бы попробовать. Нет, не обращайте внимания. Мне нравится, как он называет Халка троллем. Когда тролль нападает на вас, вы становитесь могучим бойцом. Вы и сами не так уж плохи. Я знаю. Обычно не очень хорошая идея экранизировать комикс, не изменив кое-что в нем. Особенно это касается ранних комиксов Стэна Ли и Джека Кирби, поскольку диалоги в них действительно банальны, ситуации часто надуманные, а костюмы в реальной жизни выглядят глупо. Но после просмотра стольких фильмов, которые просто игнорируют исходный материал комиксов в пользу скучных злодеев и повторяющихся сюжетов, Фантастическая четверка — это и есть лекарство. По сути, это адаптация комиксов один к одному с небольшим бюджетом. Мы действительно изо всех сил старались сохранить верность эпохе Джека Кирби. Просто очаровательно, насколько это бесстыдно глупо. В какую сторону идти? Главная комната — в ту сторону. Ожидайте неприятностей. Доктор Дум — маниакально злой человек. Или вы уничтожите Нью-Йорк? Он смеется, сидя на своем троне в замке на краю утеса. Актерский состав просто феноменален. Скажите мне, что это не персонажи из комиксов. Это Дум. Но есть несколько моментов, когда глупость становится невыносимой. Особенно с этим маленьким кротом, который похищает женщину и называет ее королевой. Вы привезете мне мою королеву. Настоящую королеву. Настоящую королеву. Я хотел, чтобы Доктор Дум застрелил его. Это редкий фильм, который не должен был выходить в прокат. Ему дали зеленый свет только для того, чтобы студия могла сохранить права на собственность фантастической четверки. Так что это было сделано очень дешево, чтобы сэкономить деньги, и очень быстро, потому что был крайний срок для сохранения прав. Таблица не была прочитана. Ни на что из этого не было времени. Перед съемками не было никакой репетиции, и обычно во время съемок репетиций действительно не было. В первую очередь это было связано с блокированием. Но актеры и съемочная группа не знали, что никто не увидит это до тех пор, пока они не закончат съемки. Съемки фильма не начнутся. Он не выйдет в прокат. И я думаю, о боже, не так ли? Он говорит, да, у меня все в порядке. Черт возьми. Самое глупое в этом то, что это действительно доставляет удовольствие. И в тысячу раз лучше, чем три многомиллионных фильма «Фантастическая четверка», которые вышли после 2000-х годов. Здравствуйте, доктор Риттен. Доктор Риттен. Рад снова видеть меня. Каким-то образом посреди всего этого оказывается невероятный Халк. Это натуралистическая драма о горе и контроле над импульсами. В ней есть настоящий саспенс и разносторонние характеры. Что это такое? Это настоящий фильм? Не зли меня. Я бы тебе не понравился, когда я злюсь. Это пилотный эпизод сериала «Невероятный Халк». В отличие от большинства подобных фильмов, здесь все продумано до мелочей. От кинематографа до музыки и актерской игры. Скажу вам, что у них двоих не было актерского опыта. Я снимался в фильме «Качая железо», а потом ушел. Я занимаюсь качкой железа и буду готовиться к олимпийским соревнованиям. И я знаю, что для меня это было естественно. Лу Феринья великолепно сыграл Халка. Он играет этого персонажа как ребенок, который впадает в истерику. Он также творчески использует ограничения, связанные с отсутствием компьютерной графики. Мы прошли через все виды травм, пытаясь понять, как добиться того, чтобы это произошло. Мы перепробовали надувные гидрокостюмы, мы перепробовали все, что только можно было придумать. И в конце концов просто надели на Лу рубашки, которые были ему слишком малы, и зашили швы, чтобы он мог растянуться. Это в значительной степени основано на реальности. Фильм неустанно пытается убедить вас в том, что такое могло произойти, и это почти неизбежно. Джордж Бернс как-то сказал мне, что когда вы собираетесь солгать, вкладывайте в это как можно больше правды. Я всегда стараюсь помнить об этом, когда делаю что-то, что выходит за рамки реальности. Именно поэтому все их биохимические исследования и тому подобное были такими подробными и четко сформулированными, какими они были на самом деле. Всегда важнее верить в эмоциональную жизнь персонажей, чем в науку обо всем остальном. Совершенно очевидно, что режиссер Кенет Джонсон не испытывал особого уважения к исходному материалу. Я имею в виду, что он хотел сделать весь фильм целиком, а не зеленым. У меня было много споров со Стэном в студии о том, почему Халк был зеленым. Я спросил, что это значит. Он завистливый Халк. Вы знаете, я сказал, что цвет ярости красный. Он все равно создал из этого нечто великое благодаря своей любви и таланту к рассказыванию историй, драматургии и кинопроизводству. В фильме есть несколько кинематографических вдохновений, начиная с Франкенштейна и заканчивая 2001 годом. Это вдохновенный и преднамеренный драгоценный камень в куче мусора. Если бы вы попросили шестилетнего ребенка написать сценарий к фильму о Человеке-пауке, вас, вероятно, завалили бы абсурдной чепухой. Японское шоу о Человеке-пауке 1978 года это та самая чепуха на экране. У него буйное воображение ребенка, играющего в супергероя. Злодей это морской владыка, парень в костюме рыбы, который стреляет ракетами изо рта. У Человека-паука есть летающая машина, которая превращается в робота-робота, как игрушки из мусорного ведра, которые добавляются в игру. Последовательность экшн-сцен не очень плавная. Часто один и тот же кадр повторяется несколько раз, как будто ребенок хвастается на турниках. Шоу наполнено спонтанными маниакальными идеями, которые мастерски воплощаются и постоянно развлекают. В нем нет ни секунды мертвого времени. Действия настолько увлекательные. Они очень творчески используют способности Человека-паука, что впечатляет в контексте живого действия. Я имею в виду, что ползать по потолку и стрелять паутиной не так-то просто воплотить в реальность. Просто посмотрите другой сериал о Человеке-пауке. Истинными гениями японского Человека-паука являются координатор трюков Осаму Канедо, которому приходилось придумывать каждую боевую сцену в тот день, когда они ее снимали. И каскадер Херафуми Куга, тот самый сумасшедший парень, который все это проделал, часто лазал по зданиям без веревки. Он также двигается, как Человек-паук, прижимаясь всем телом к стене. В отличие от сериала о Халке, в нем нет места правдоподобию или реализму. Здесь нет научных объяснений. Речь идет о том, как Человек-паук сражается с плохими парнями. Оба подхода работают, но наблюдать за одним из них интереснее. В этом шоу будут представлены самые безумные концепции, какие только можно вообразить, а затем мы все равно найдем способ заставить это работать. Поскольку у шоу не было большого бюджета, в нем присутствует изобретательность, которая всегда добавляет веселья. За этим малобюджетным подходом так интересно наблюдать, особенно в эпоху глянцевой компьютерной графики. Современные фильмы о супергероях настолько оточены цифровым способом. Японский Человек-паук создан не на компьютере, а вручную. Творческий процесс происходит прямо на экране. Это показывает вам, что создавать сумасшедшие и забавные истории вам мешают не миллионы долларов, а вы сами. Это огромная пощечина всем остальным скучным фильмам Marvel, которые считали, что стремление к реализму важно. Вы снимаете шоу о супергероях тупицы. Сделайте это по-дурацки. Сделайте это смешным. Сделайте это живым. Это единственное, что я бы пересмотрел, и абсолютно единственное, что я бы порекомендовал. О да, с этого также начались Трансформеры и Могучие Рейнджеры. А также Человек-паук. Эти фильмы использовали неограниченные возможности комиксов и создали ленивые телефильмы с одним и тем же гангстером-злодеем с бомбой. Он сказал, что взорвет бомбу там, где она причинит наибольший ущерб. У него бомба. Нейтронная бомба. Мы говорим об атомной бомбе. О большой бомбе. Или о её эквиваленте. О химическом веществе, которое вызовет быстрое старение. Я ожидаю, что лазер заработает в полную силу к моему возвращению. Как вы узнали о моём вибрирующем устройстве? Я перепутал героев и девушек, попавших в беду. И президент Соединённых Штатов обычно появляется на публике. Так что эти приказы исходят от самого президента. Вы должны вывести президента из здания. А также президент. Мы отправим небольшой образец президенту. Мистер Президент. О, президент. В каждом конкретном случае бюджет никогда не был проблемой. Это был плохой сценарий и безвкусное кинопроизводство. Он требует 1 миллиард долларов немедленно. Чтобы собрать 1 миллиард долларов США, нужно собрать 1 миллиард долларов США. Я потребовал 50 миллионов долларов. Неудивительно, что в то время Марвел не добился успеха на большом экране. Они были просто плохими. Есть только два фильма, которые я бы назвал хорошими. И ни один из них технически не является фильмом. Марвел объявила о банкротстве в 1996 году. Затем компания продала с аукциона права на экранизацию своих самых ценных персонажей. Халк перешёл к Paramount, Человек-паук, Sony, а Люди Икс, Фантастическая четвёрка и Сорвиголова, к 21-му Стрит Сенчери Фокс. Что в конце концов вытащило Марвел из канализации, так это их первый фильм, снятый их собственной продюсерской компанией, Marvel Studios Железный Человек, который привлёк внимание всего мира. Eye of Disney, которая купила Marvel за 4 миллиарда долларов в 2009 году. Сейчас это самая прибыльная кинофраншиза в истории. Невозможно сказать, как долго это продлится. Я имею в виду, что несмотря на снижение качества, они по-прежнему остаются одними из самых кассовых фильмов каждого года. Все эти супергерои теперь принадлежат компании Disney. Было несколько многообещающих отменённых фильмов, включая Доктора Стрэнджа Уэса Кривина, Человека-паука Джеймса Кэмерона и Чёрную пантеру Уэсли Снайпа фильм. В альтернативных реальностях бум комиксов мог начаться раньше. Продолжение следует...